Называется The Man in the Arctic, you know Мужчина на чердаке Когда я был ребенком, я часто испытывал один и тот же кошмар Он был о мужчине, стоящем прямо в моей комнате, смотрящем на меня Я был убежден, что он пришел из чердака Я поделился комнатой с моим братом в это время И когда у меня был этот сон, я часто говорил странные вещи, пока спал Если верить моему брату, то я говорил что-то типа Кто-то здесь, здесь человек, он здесь Это испугало моего брата до смерти В середине ночи несколько раз Теперь я взрослый и этот кошмар просто дальние воспоминания Ебать, как вам охуенно со мной, что я все перевожу? Это с ума сойти просто Ух ты, графон хороший Найди телефон Графон хороший, мне нравится Ух ты, какой графончик-то хороший Мне нравится Я без тебя понимаю Ага, в школе расскажешь, что там без меня, понимаешь Там хоть пятерку поставить за это тебе Мне не нужна сейчас ванная Ну ладно, окей, окей Эх, кто-то из тебя свалит Вы капец, конечно Ребят, ну надо оставаться до конца Че вы так в натуре Да, ребят Ку-ку-ку-ку Сегодня балдеем Ты фул балдеж А, я думал, это в душе кто-то Так, надо найти телефон Телефон мы нашли Проверить Привет, брат Я просто хотел узнать, что ты добрался дома в целости и сохранности Спасибо за приглашение У нас было классно проведенное время Было классно созвониться и связаться Также кажется, что мне хотелось бы извиниться за поведение Лилии Но ты знаешь, какие дети И их воображение Может быть, она тоже устала Увидимся позже Окей Так, становится поздно Надо Почистить либо себя Либо Почиститься, в принципе Сегодня мой брат пришел, чтобы Сегодня брат навестил меня И он принес свою семью Его жену и его семилетнюю дочь Ее имя Лили И по факту она моя племянница Было много времени с того, как я видел ее в последний раз Мы говорили около часа О том, как мы, типа, созвонились, связались и так далее После чего я заметил, что Лилии было вообще неинтересно Я не виню ее Все-таки это взрослые разговоры и вся фигня Самая скучная вещь для ребенка Я уверен, что я хороший дядя А, ну я же хороший дядя Поэтому я предложил ее посмотреть телек у меня наверху Показал ей все каналы с мультиками И оставил ее смотреть телевизор Вдалеке от скучных взрослых разговоров Она была благодарна мне Ну, ночь продолжалась Казалось, что у всех хорошо проходит время Ужин был почти готов Так что я был почти на пути, чтобы взять Лилии Чтобы она с нами поела Но как только начал подниматься Лилия бежала уже вниз и кричала Она выглядела абсолютно испуганной Заняло пару минут перед тем, как она смогла говорить Но потом она сказала Здесь был человек наверху Он смотрел прямо из дверной щели Я, испуганный тоже Возможно, даже немного в мурашках Побежал вместе со всеми наверх Вы все обыскали Посмотрели чердак тоже Но ничего не заметили Ну, мой брат развеял историю Лилии Он сказал, что она, скорее всего, устала И придумала что-то И один я в этом доме Поверил Лилии немножко И насторожился Так, ну пора поспать Ну, мы спим на диване, как настоящий мужчина Да? Нет? Что-то странно Телек стоит, конечно В планировке так вот Вообще не очень Мы идем спать Не в ванную И мы идем спать Не наверх Я думаю Мы идем спать Ебать Ну, ссылаясь на историю Лилии Был человек, стоящий здесь Он смотрел прямо на нее Из этого проема Перед тем, как Вернуться на чердак Прямо, как в моих снах Так, немножко стрём начинает Понимается Какие-то звуки Из чердака идут Обыскать чердак Я не помню, чтобы оставлял Дверь открытой Блин, что это? здесь ничего не может быть так пойти спать иногда странные звуки будут у тебя по ночам и ты судорожно ищешь причину этого звука но ничего не находишь и спрашиваешь себе еще раз так все утро это что реальный человек на чердаке а нет человек из чердака реальность is the man in the arctic real страхи субъективны поэтому для кого-то бояться человек на чердаке или в подвале или под кроватью абсолютно нормально спасибо что поиграли в мой специфический страх человек на чердаке пока на 10 минут игра ну мило честно сказать еще одну дать игра называется прикосновение the touch и но какой-то странный звук исходит из зала надо посмотреть что за фигня ну дом миллиард конечно же так здесь есть мини-кент с лицом бабушки из фирмы фильм знает обычная комната ванная у него это бегает а что я вроде как выключал телевизор перед тем как пойти спать я что только что видел как стул упал что происходит вообще что за фигня с этим телевизором я живу только что выключил он опять включен что это это ребенка не трожь что за игра the touch прикосновение надо выбрать ребенка и пиздовать это ребенок какой-то с еблым таким страшным выпустите иди нахуй я тебе пересмотрю давай ешь ребенка и меня не ешь отдам отдам его а я тебе отдам его я не урод зато нет 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 как только ты выходишь расслабляешься тебя сразу же расслабляет видел это уже прежде как это градется из тени и самых своих страшных вспоминаний она была с тобой той самой ночи когда ты украл ребенка и убил реальную мать спасибо за игру ждите вторую часть бля хоррор на 5 минут страшнее прошлого оказался ну вот это страшная тема ребят конечно и и и и и и и